Всем добрый день еще раз. Значит, сегодня тема, которую мы с вами разберем и вспомним, это употребление сам, any и no в утвердительных, отрицательных и выпросительных предложениях. Итак, слово «сам» у нас с вами может употребляться в утвердительных предложениях, в значении «несколько», если с исчисляемым существительным идет, и в значении «немного», если с неисчисляемым. Например, «I have some books on my table». У меня есть несколько книг на моем столе. Или «There is some water in the cup». Есть немного воды в чашке. Также, сам, единственное, когда может употребляться в вопросах, и об этом очень часто забывают, это когда мы просим немного чего-то. «Can I have some apples, please?» «Можно мне немного яблок, пожалуйста?» Вот в этом случае мы просим не каких-нибудь яблок, а немного или несколько яблок. Вот это единственный случай, когда сам употребляется у нас в упросительных предложениях. Вообще, в упросительных предложениях вместо слова «сам» мы с вами должны использовать слово «any». «Any» означает «сколько-нибудь». Значит, и употребляется, естественно, с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, так же, как и сам. «Are there any books on your table?» «Есть ли сколько-нибудь книг на твоем столе?» Ну, мы в русском языке в таких вопросах слово «сколько-нибудь» опускаем, но в английском это слово «нужно». И то же самое с неисчисляемыми существительными. «Is there any water in the cup?» «Есть ли сколько-нибудь воды в чашке?» Это слово «any» в вопросительных предложениях. Также в отрицательных предложениях вместо слова «сам» мы используем слово «any». И будет оно означать «ни сколько». Например, «there aren't any books on my table?» «Нет, нисколько книг на моем столе». Ну, в русском, опять же, мы нисколько слова опускаем. Или «there isn't any water in the cup?» «Нет, нисколько воды в чашке». Значит, в отрицательных предложениях «any» слово мы используем тогда, когда есть частица «not» отрицательная в самом предложении. То есть «there isn't», «there aren't» и так далее. Ну, может быть, там «don't» отрицание, «doesn't» и любое другое, которое подходит к данному времени, к данному предложению. Так, значит, еще отрицательные предложения можно построить со словом «no». «No» тоже означает «ни сколько». Вместо предложения «there aren't any books on my table?» я могу сказать с тем же самым значением «there are no books on my table». «No» будет означать «нисколько». Но «no» нельзя ставить, если есть отрицательная частица «not» в предложении. Поэтому ее мы не ставим. «There are no books on my table». «Нет книг на моем столе». И также мы можем сказать «there is no water in the cup». «Нет воды в чашке». Слово «not» в этом предложении быть не должно, потому что в английском языке два отрицания, в одном предложении это ошибка. Так, хорошо. С этим мы с вами разобрали. Значит, «sum» — это утвердительное предложение, единственный случай, когда можно использовать в вопросе «any» можно ставить в отрицательных предложениях, если есть частица «not», и в вопросительных предложениях вместо слова «sum». И еще слово «no», которое у нас делает предложение отрицательным и ставится туда, если нет частицы «not» в этом предложении. Еще то, что мы с вами должны повторить. Это «a lot of», «much» и «many» — употребление этих слов в предложении. «A lot of» у нас с вами означает «много» и может использоваться как с исчисляемыми, так и с неисчисляемыми предложениями, но только в утвердительных предложениях. Значит, «much» и «many» мы стараемся не использовать в утвердительных предложениях, вместо них «a lot of». Ну, например, «there are a lot of pens on my table». Есть много ручек на моем столе. Если вы скажете «there are many pens on my table», ну, в принципе, это можно, но не совсем грамотно. То есть могут и за ошибку такое посчитать. Значит, но если мы с вами должны сделать отрицательные или вопросительные предложения, вместо «a lot of» в них мы будем использовать слово «much» для неисчисляемых существительных в значении «много» и «many» для исчисляемых существительных тоже в значении «много». Ну, например, «there aren't many pencils on my table». «Не много карандашей на моем столе». Или «there isn't much water in my cup». «Не много воды в моей чашке». Так, значит, в вопросах тоже мы используем не «a lot of», а «much» или «many». Особенно вопросы «how many» и «how much». Это «как много» и «how many» соответственно для исчисляемых существительных, и «how much» для неисчисляемых существительных. И еще один момент – это слова «мало» или «немного». Значит, для исчисляемых существительных есть слово «few», которое означает «мало». И есть «a few», которое означает «немного», но «достаточно». Посмотрим на примере. «I have few friends». У меня мало друзей. Без «a» артикля слово «few» будет означать «мало», значит, нам этого не хватает. Но если мы скажем «I have a few friends», это будет означать, что у меня есть несколько друзей, но мне этого достаточно. Еще раз, с исчисляемыми мы ставим «few» или «a few» в значении «немного» или «мало». С неисчисляемыми существительными мы с вами употребляем «little» или «a little». Мы можем сказать «I have little sugar in my tea». У меня мало сахара в чай. И это значит, что нам этого сахара не хватает, чай не сладкий. Если мы скажем «I have a little sugar in my tea», это значит «у меня есть немного сахара в моем чае, но мне этого хватит». Значение здесь у нас будет такое. Все, на этом все. Мы с вами разобрали все, что я планировала. До новых встреч в эфире.